И последний настоящий подарок любителям скорости и экстрима приготовили организаторы автогонок, посвященных Дню города Ленска. Соревнования одинаково популярны в любое время года. Нынешние гонки прошли в условиях дождя и размытой трассы. Но участники заезда, в том числе женщины, не спасовали перед трудностями. За экстремальным вождением наблюдали наши коллеги. Вот по такой грязи любители автогонок и любители скорости добираются до места самих автогонок. Ну, не всем удастся попасть на них, но у нас все обязательно получится. И у нас получилось. Зрители, которые хотели увидеть гонки своими глазами, тоже с трудом преодолели препятствия из грязи, воды и ям. Но для поклонников и болельщиков автогонок это не стало помехой. На месте проведения соревнований снова аншлаг. Приезжали целыми семьями. Изначально гонки планировали на городском пляже. Но из-за резкого подъема реки он оказался под водой. Соревнования перенесли на другую площадку. На Чанчике мы вчера построили отличную трассу. И по длине, и по сложности. Но опять же, погода внесла свои коррективы. И сегодня утром нам пришлось ее в темпе переделать. Потому что вода поднялась. Можно наблюдать, да? И всю нашу трассу, в принципе, залила. Поэтому маленько мы скорректировали. Хотели сделать мы старт и парный. То есть две машины. Опять же, не получилось. Ну ничего, у нас два круга. В принципе, я так думаю, по сложности. По десятибальной шкале, наверное, пятерочку она получилась. С каждым новым участником шкала сложности увеличивалась. Вода пребывала на глазах. Но от этого становилось только зрелищней. Двадцать один экипаж. Три из них женских и один из города Мирного. В числе участников – новички. Впервые приехавшие за свежими эмоциями и адреналином. И более опытные гонщики. В 2017, вот в марте 2017, зимой, у нас была Автоледи 2017. Я заняла первое место. Было очень тяжело, потому что везде был лед. Потом я узнала о том, что сейчас тоже у нас происходят гонки. И решила еще раз поучаствовать. Было, трасса была очень тяжелая. Во-первых, я тяжело досюда доехала, потому что меня три раза на стропе везли. Вот. Затем я выступала под номером один. И это было очень страшно и волнительно для меня. Все равны. Все зависит от манеры вождения, от стажа, от опыта. Ну и от машины. Лишь бы не подвела. За правильным прохождением трассы следили опытные судьи. Именно Константин Терехов был одним из тех, кто провел в 2008 году первые автогонки в Ленском районе. Я больше болельщик, чем судья. То есть, так как я и организатор, и участник, и судья. Больше я, конечно, участник и болельщик, чем... Поэтому судья не в строге. В итоге напряженной борьбы в мужском зачете третье место завоевал Николай Герасимов из города Мирного. Второе место – Александр Каратаев. А первое место – и кубок победителя у Игоря Кострова. Среди автоледи третьей стала Оксана Журавлева. Второе место – у Надежды Зениной. Первую ступень перестала заняла Светлана Черемискина.